17 уголовных дел в отношении сотрудников мясокомбината, руководителей крестьянских хозяйств и ветеринарных врачей возбудили в Департаменте экономических расследований по Кустанайской области. Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции. На развитие агропромышленного комплекса государство выделяло субсидии, которые все участники преступной группы делили между собой. Сумма хищений превышает полтора миллиарда тенге. Сейчас установлено свыше 50 крестьянских хозяйств, которые заключали мнимые сделки. У членов группы обнаружены в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на суммы свыше 3 миллионов долларов США. В ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно возвратили государственный бюджет более 62 миллионов тенге. В ходе следствия под стражу взяты 5 активных членов ОПГ. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. Медсестра в Шемкенте уволилась с больницы и стала заниматься закладкой наркотиков. Правда, развернуться в этом нелегальном бизнесе ей не удалось. Ее задержали с 20-ю разовыми дозами. Синтетику бывшая медработница пыталась скинуть под свою машину. Но этот трюк с полицейскими не прошел. В салоне же авто нашли еще рулон с гашишем и под ковриком складной нож. Предположительно, им автоледи рыло тайники. В настоящее время по данному факту Янбекшинским районным управлением полиции проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемая находится под стражей. Страшное ДТП произошло на трассе Алматы-Астана. Два автомобиля столкнулись на 225-м километре автодороги. Водитель машины марки Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим седаном. От полученных травм на месте скончались водители обеих машин, а также трое пассажиров. Среди них ребенок. Еще пять человек с различными травмами были госпитализированы в больницу. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Полицейские завели уголовное дело. У водителя автобуса в Астане остановилось сердце. Ему стало плохо за рулем. В транспортной компании СИТС рассказали, что инцидент произошел сегодня утром на проспекте Бугимбай-Батыра возле остановки Бибетшилек. 62-летний мужчина, выполняя маршрут, потерял сознание, вследствие чего наехал на ограждение и столп освещения. Затем заехал на пешеходный тротуар. Водителя доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался. Диагноз – остановка сердца. Никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. В транспортной компании пояснили, перед началом рабочего дня водитель прошел медицинское обследование. И проблем со здоровьем у него не было. Водитель, я вам скажу, Усинов Бахчин Жолдасвич, прошел медицинское освидетельствование. Начал он работу, согласно расписанию движения, 6.29. Водитель не переутомился. Это первая половина рабочего дня. Состояние его, как Фельдшер проверил, допустим, был к работе. Физическое состояние, значит, мы считаем, что это чисто человеческий ресурс, у каждой индивидуальный. Женщину, которая спала возле подъезда с детьми в Актау, могут ограничить в родительских правах. Такой иск в суд по делам несовершеннолетних подал городской отдел образования. По словам чиновников, дети 2 и 3,5 лет сейчас находятся в доме малютки. За неделю мать навестила их всего один раз, говорят специалисты. В отношении матери были направлены искы на ограничение родительских прав, специализированные в Межрайонном суде по делам несовершеннолетних в Магисталской области. Параллельно данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Акимате города Актау. Она не может объяснить свою ситуацию, так как она была пьяная. Напомню, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля. Женщина спала на бетонном полу возле подъезда. Рядом с ней лежали двое детей. Происходящее сняла на видео очевидеца. По ее словам, мать была в нетрезвом состоянии. После происшествия специалисты отдела образования приглашали женщину на разъяснительную беседу, но и на нее она также пришла нетрезвой. Известно, что ей 38 лет, она приехала из Жамблысской области, в Актау снимала квартиру. Качели упали на 8-летнего мальчика в Усть-Каменогорске. ЧП произошло на городском Арбате. На место сразу же прибыла бригада скорой помощи, полиция и сотрудники коммунального предприятия Тазаус Кимен, которые следят за малыми архитектурными формами. Ребенку оказали первую помощь. У малыша черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в стационаре под наблюдением медиков. В полиции начали расследование несчастного случая. После происшествия все качели с Арбата убрали. Данный факт зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Мама двоих детей из Усть-Каменогорска пытается доказать свое право на наследство. В Павлодаре у Валерии Мамедовой умер единственный дедушка. Но его квартиру унаследовали посторонние люди. По словам Леры, она долгое время не могла навещать близкого человека. Маленькие дети, проблемы со здоровьем после сложных родов. Но даже на расстоянии Лера старалась ему помогать. Ее знали в доме всем. Соседи, участковые, работники КСК. Да и дедушка постоянно о ней говорил. Эта история для меня оказалась такой необычной. В том плане, что единственная внучка оказалась не наследницей. Зашли наследники абсолютно посторонние люди. Кем они ему приходятся, я вообще не знаю. Потому что ни о ком, кроме как о ней, как о родственниках, близких к нему, я никогда о нем не слышала даже. Только вот внучка. У него на слуху была только вот внучка. Пока Лера не могла навещать дедушку, она была на связи с социальным работником. Просила близкую подругу ее мамы помогать деду продуктами и просто приходить проведывать. Тем более, что в последние месяцы пожилой мужчина потерял зрение и чувствовал себя совсем плохо. В один из таких визитов в квартире оказались посторонние люди, рассказывает Надежда Захаренко-Кирилюк. Они сказали, что опекают пенсионера. И он завещал им квартиру. Хотя сам мужчина встречал их неохотно, говорит женщина. Подошла, хотела ему, вроде как, раскрыла его памперс поменять. Для чего я не поняла. Он начал материться, что пошла отсюда на эту тему. Что он отрицательно воспринял это. Я была удивлена, конечно. Валерия обратилась с иском в Павлодарский областной суд. Фемида встала на ее сторону и признала Валерию единственной наследницей. Судья постановил, что завещание липовое, и пенсионер его не подписывал. Однако опекуны подали апелляцию в Верховный суд и намерены доказать свое право на однокомнатную квартиру в центре Павлодара. Я переживаю, что эти люди достаточно обеспечены. Я не побоюсь этого слова. И я боюсь просто, что произойдет все нечестно и несправедливо. Я за это опасаюсь. Им нужна квартира. Лера с мужем и двумя маленькими детьми живет на съемной квартире. Она надеется, что Верховный суд признает ее правоту. Президента Нигера и его жену задержала и заблокировала в резиденции его собственная охрана. Вскоре по национальному телевидению военные объявили о свержении главы государства Мохаммеда Пазума. Как пишут местные СМИ, гвардейцы взбунтовались после того, как президент вознамерился уволить генерала, командующего президентской гвардией. Видимо, после этого военные страны решили положить конец режиму, который ухудшился из-за ситуации с безопасностью и плохого управления. Также они заявили о приостановке действия Конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки. Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете. Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере. При этом всех внешних партнеров военные попросили не вмешиваться. Несмотря на это, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заверили президента Пазума в своей поддержке. К слову, за более чем 60-летнюю историю Нигера произошло 4 успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть. Последний переворот имел место в 2010 году и закончился свержением президента Мамаду Танджа. Кроме того, в стране также действуют джихадисты, связанные как с Аль-Каидой, так и с исламским государством, признанными террористическими группировками. В Минобороны объявили о новом формате призыва в армию. С 1 января 2024 года приписная кампания станет проактивной. Иными словами, 17-летним парням не нужно будет, как раньше, приходить в военкоматы, проходить медосмотр и собирать документы. Эту инициативу уже поддержали в правительстве. Данное новшество экономит более 1 миллиарда тенге, выделяемых местными исполнительными органами ежегодно. И отменит необходимость получения удостоверений о прописке к призывным участкам. Взаимодействие информационных систем в госорганах позволило в автоматическом режиме прикреплять молодого человека к призывным участкам. Без его фактического участия, что особенно важно для юноши, имеющих инвалидность. Кроме этого, до конца текущего года в Минобороны планируют оцифровать процесс предоставления отсрочки по семейным и связанным с профессиональной деятельностью обстоятельствам. Это облегчит жизнь для 300 тысяч молодых призывников. Единый дизайн символики городов и областей утвердят в Казахстане до конца года. Об этом заявили в Министерстве культуры и спорта. Утверждать Геральдику предлагают через конкурс. Напомню, усовершенствовать региональную символику предложил Касымшом Артукаев на национальном Курултае. В Комитете архивов документации и книжного дела рассказали, что уже создали проект типового положения разработки региональной символики. Специалисты намерены закрепить право их создавать и утверждать за местными исполнительными органами. После того, как мы закончим типовое положение, соответствующую нормативно-правовую работу, мы внесем соответствующую норму в существующие законы. После этого при создании региональной символики будут учитываться природные, географические, физико-географические, ландшафтные, исторические особенности. Когда все регионы должны будут прийти к общему стилю и сколько на это потребуется денег, говорить пока рано. Нам тем временем магистаусы уже сейчас заявляют, что намерены отстаивать свою региональную геральдику. По словам историка краеведа, делать это уже однажды приходилось, когда один из акимов желал ее видоизменить. Тогда изображение всадника на коне отстояли, аргументировав, что никакой враждебности он не несет. Воин изображен как защитник. Да и логотипу уже 15 лет он изображен на сувенирах и знают его по всему миру. Он страж, так что, пожалуйста, не трогайте. Надо лучше оставить его. Почему? Потому что то, что нам сейчас его предложат, это будет, скорее всего, какой-то постмодерн. Сейчас много умников. Скорее всего, это там придумают какой-нибудь там барс, например, скажем. К слову, в Минкультуре отметили, что навязывать новый дизайн не будут. После утверждения новых норм их собираются разослать в акиматы, чтобы там взяли их за основу. Рассматривают в ведомстве и возможность выбирать региональную символику через конкурс, где дизайнеры предоставят свои эскизы. Утверждать Геральдику предстоит местным маслехатам. Закрытый показ фильма «Бэтпитен Той» состоялся в Астане в кинотеатре-кинопарк «Семь Аймакс Кирюэна Стана». Копилку отечественного кино пополнила еще одна комедия продюсерской компании «Тайгер Фильмс». В центре сюжета безответственный тусовщик Моха, который становится дружком на свадьбе своего лучшего друга Тамерлана. В день торжества все идет наперекосяк, а праздник заканчивается слезами невесты. На следующий день Моха замечает, что день словно повторяет вчерашний. И он вновь оказывается на свадьбе. Вы все знаете фильм «День сурка». Эта история теперь интерпретировалась и в Казахстане с учетом нашего менталитета в казахском стиле. У главного героя Мухи повторяется день свадьбы. Съемочный процесс прошел налегке из-за того, что было 5-6 локаций всего, так как по сценарию каждый день повторялся. В главных ролях также сыграли Дина Тазбулатова, Артур Тулепов и Айжула Задайбекова. По словам актеров, съемочный процесс проходил легко. Локаций было мало, что тоже облегчало задачу. Я играю невесту. И невеста в предсвадебный период, она очень на нервах. Нужно, чтобы все прошло идеально. Она такая капризная. Ну, переживает по-то, как пройдет свадьба. Но вот главный герой, который дружка, который должен помогать с организацией, он устраивает всякие подлые вещи. Фильм интересный, он цепляет, потому что интересно посмотреть, что будет дальше. Потому что каждый день по-новому начинается, и такие сюжеты цепляют зрителей. Отмечу, что фильм сняли за 12 дней. К слову, за последние два с половиной года «Тайгерфильмс» отсняли более 25 полнометражных фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok